Одна из главных традиций китайского Нового года связана с легендой о монстре Ниане. Это мифическое чудовище по ночам пожирало жителей китайской деревушки. Пока один мудрый человек не уяснил, что чудовище боится яркого света, красного цвета и звуков грома. Поэтому на Новый год всегда много красного. Хлопушек и петард часто бьют в барабаны. Китайцы в праздничные дни не выключают свет в домах, чтобы отпугнуть монстра Ниана. Слово «Ниан» по-китайски также означает «год». Празднование китайского Нового года в Нью-Йорке продолжается по меньшей мере целую неделю. Эта неделя наполнена красочными мероприятиями. Это то время, когда китайская община города выходит на первый план. До такой степени, что даже в первый понедельник китайского Нового года в городе закрыли государственные школы в честь китайского праздника. Таким образом, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил китайской общине свое уважение. Однако американские власти не всегда вели себя так же дружественно. Китайская эмиграция в США началась более 150 лет назад. И тогда китайцев считали гражданами второго сорта. В 19 веке устраивали погромы в китайских районах. Всем китайцам приписывали зависимость от опиума и употребление в пищу кошек и собак. В 1882 году американский конгресс принял дискриминационный закон об ограничении въезда китайцев в США. В Голливуде китайцев изображали злодеями. Но даже на роли этих китайских злодеев брали не китайцев. Закон об ограничении китайской эмиграции отменили только в 1943. По сравнению с прошлым мы наблюдаем огромную разницу. Сейчас интерес к китайской культуре, китайско-американским отношениям, китайской еде, китайскому прикладному искусству огромен. Мы живем в глобализованном мире и должны ощущать себя гражданами мира. Жители Нью-Йорка – граждане мира, поэтому они официально празднуют китайский Новый год. Не только сами празднуют, но и детей своих учат не быть чужими на китайском празднике. Представители самых разных этнических групп вырезают яркие фонарики, чтобы вместе отпугивать страшного Ниана. В этом году намного больше людей в городе заинтересовались традициями, связанными с китайским Новым годом. Это помогает укреплять культурные связи и воспитывать уважение к этническому разнообразию города. Что касается страшного Ниана, на него есть еще одна управа. Это яркий лев, который не только способен отпугивать монстров, он приносит удачу и финансовое благополучие. Когда лев танцует, он выплевывает капусту. Да-да, настоящую капусту. Это к деньгам. Просто эта традиция основана на игре с лоб. Цай означает капуста. Цай также означает богатство. Китайская диаспора в США сегодня более трех миллионов человек. Она взрастила многих выдающихся американцев. Они пишут книги, работают в американском правительстве, создают финансовую силу страны. Поколения китайцев много работали для этих достижений. Но не обошлось и без вмешательства льва, который, конечно же, отпугивал от китайской общины мифических монстров. Виктория Копченецкая и Сергей Гусев специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка.